МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывший директор АТП и экс-начальник отдела транспорта городской администрации тоже были в деле. ОФСБ задержало новых фигурантов громкого дела о многомиллионном хищении через ЦДС. Один до сих пор числится фельдшером, а второй вообще не имел права работать с пациентами. Сегодня в областном Минздраве прокомментировали уголовное дело медиков, которые сначала усыпили двух пенсионерок уколами, а затем украли у них 250 тысяч рублей. Укусов клещей за неделю вдвое больше, а такая обработка, какую проводят у нас в черте города, не очень эффективна. Есть ли надежда у кировчан? Не бояться клещей, гуляя по городским паркам. Химический способ самый эффективный, но и от кошения пока не отказываются. Сегодня в Кирове начали обрабатывать территории от зарослей борщевика. Рекордные 85 миллионов рублей потратят только на тротуары. Сегодня в администрации объявили о начале ремонта пешеходных зон. О событиях четверга 30 мая расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Миронов. Здравствуйте. Бывший директор АТП и экс-начальник отдела транспорта городской администрации тоже были в деле. ОФСБ задержало новых фигурантов громкого дела о многомиллионном хищении через ЦДС. Олег Чичибабин и Николай Дубровин уже дают показания. В отношении Николая Дубровина, бывшего руководителя АТП, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Олег Чичибабин, который руководил отделом транспорта в администрации с 2010 по 2016 годы, помещен под домашний арест. Их обвиняют в хищении с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Напомним, в октябре 2018 года возбудили уголовное дело о хищении 20 миллионов рублей о электронной проездной при использовании программы «Мама, я пришел». Фигурантами дела уже являются Дмитрий Никулин, бывший депутат Гордумы, Александр Рыболовлев, экс-руководитель ЦДС, и Анатолий Ганьба, также уже бывший директор общества электронной проездной. Во время расследования сумма ущерба выросла до 37 миллионов рублей. Не исключено, что и это не финальная цифра в этом деле. По данным ОФСБ, сейчас Чичибабин и Дубровин дают показания в отношении других участников хищения. Расследование продолжается. Один до сих пор числится фельдшером, а второй вообще не имел права работать с пациентами. Сегодня в областном Минздраве прокомментировали уголовное дело медиков, которые сначала усыпили двух пенсионерок уколами, а затем украли у них 250 тысяч рублей. Напомним, накануне в полиции рассказали, что 12 мая в квартиру к двум пенсионеркам, проживающим вместе, приехали два медработника, при этом скорую помощь никто из женщин не вызывал. Доверившись врачу-терапевту и фельдшеру, пенсионерки впустили их в квартиру. Медики предложили женщинам измерить артериальное давление, сказали, что высокое, и поставили неизвестные уколы. После ввода препаратов пенсионерки потеряли сознание, очнулись только на следующий день и обнаружили пропажу 250 тысяч рублей. Деньги лежали в тумбочке. Полиции удалось задержать врача-терапевта и фельдшера скорой помощи. Последний уже бывал в квартире пенсионерок и, вероятно, знал, где лежит крупная сумма. Часть денег сотрудники изъяли, мужчин поместили под стражу и возбудили на них уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас им грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Сегодня ситуацию прокомментировали в областном Минздраве. Говорят, что один из медиков вообще не имел права работать врачом, а второй до сих пор числится фельдшером скорой помощи. Врач-терапевт не является сотрудником медучреждения подведомственного Министерства здравоохранения Кировской области. По поступившей информации, он работает в одной из частных клиник Кирова, при этом не имея необходимой аккредитации для осуществления врачебной деятельности. Второй фельдшер совершил преступление, не находясь на рабочем месте, не осуществляя свои должностные обязанности. В случае, если его вина подтвердится, он будет уволен и понесет наказание, предусмотренное законодательством Российской Федерации. Вдвое больше, причем за одну неделю, в Роспотребнадзоре поделились с нами последними цифрами по обращениям из-за укусов клещей. За 7 дней пострадали 2500 человек, 700 из них кировчане. Специалисты говорят, что в этом году в такой активности клещей виновата ранняя весна, проснулись они слишком рано. Всего с начала сезона получается почти 4500 укушенных по всей области. Это больше, чем в тот же период прошлого года. Таких больших цифр можно было бы избежать при хорошей обработке территории, причем правильными препаратами. То, как и когда обрабатывают городские парки и скверы, мягко говоря, не очень эффективно. В очень сложной ситуации оказывается территория для профилактики, потому что у нас с момента схода снега и до момента первых теплых дней остается очень мало времени. Поэтому практически аккредитные обработки идут весь период, когда клещи уже выходят. Сейчас сначала было очень поток, когда клещ вышел, а потом пошли дожди, когда все препараты смываются. Извинить эту ситуацию очень сложно, потому что препаратов, которые бы действовали по снегу, их очень мало эффективных. Хорошей мерой профилактики от укусов клещей, по словам специалистов Роспотребнадзора, могла бы стать регулярная уборка парков, скверов и кладбищ. Не секрет, что клещи любят мусор и сухую траву. Тем временем в администрации нашли выход посложнее. Недавно там озвучили идею подключить для обработки города авиацию. Когда и сколько это будет стоить городу, пока неизвестно. В Кирове завершен ремонт первой дороги по федеральной программе в День защиты детей. Запретят продавать алкоголь. И Никита Белых порассуждал, что может перевоспитать заключенных. Все подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В Кирове завершен ремонт первой дороги по федеральной программе. Речь идет об участке улицы Тренера Пушкарева в Нововятском районе. Сейчас ожидаются результаты экспертиз на качество дорожного полотна. Если они будут положительными, назначат дату приемки этой дороги. В Управлении дорожной и парковой инфраструктуры говорят, что следующая по степени готовности улица Упита. Улицу Ленина подрядчики планируют привести в порядок к концу июня. 1 июня в Кировской области запретят продажу алкоголя. Исключение сделают для ресторанов, баров, кафе и буфетов. В случае незаконной продажи спиртного в День защиты детей, владельцев и сотрудников магазинов ждут штрафы. Для должностных лиц до 40 тысяч рублей, для юридических до 300 тысяч. В прошлом году, 1 июня, полицейские выявили факты незаконной продажи алкоголя в 63 торговых точках области. На областных трассах установили 12 новых камер видеофиксации. Они будут рассчитывать среднюю скорость транспорта на определенном участке пути. Новые камеры будут автоматически находить нарушителей, а после им будут приходить штрафы. В ГИБДД сообщили, что в ближайшее время места установки камер видеофиксации будут отражены в навигаторах и на онлайн-картах. Никита Белых призвал заключенных больше читать. В своей колонке экс-губернатор Кировской области, а ныне библиотекарь Рязанской колонии, написал, что только книги могут перевоспитать заключенных. Белых предложил закрепить к библиотеке группу арестантов, заставить их прочитать определенный перечень книг, а после освобождения провести мониторинг по группе. Его результаты, по мнению Никиты Юрьевича, помогут определить, стали ли заключенные воспитаний. Напомним, Никита Белых отбывает наказание в Рязанской колонии за получение взятки. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Анонимность и вознаграждение гарантируются. В Кирове продолжают разыскивать мать, которая убила своего ребенка в Зубаревском лесу. Химический способ самый эффективный, но и от кошения пока не отказываются. Сегодня в Кирове начали обрабатывать территории от зарослей борщевика. Рекордные 85 миллионов рублей потратят только на тротуары. Сегодня в администрации объявили о начале ремонта пешеходных зон. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Кировские полицейские продолжают разыскивать мать-младенца, тело которого было найдено 15 мая в Зубаревском лесу. Вместе с ним были обнаружены вещи, которые, возможно, принадлежат причастному к убийству малыша. Это две женские куртки, плед, полотенце, дорожная сумка, мягкая игрушка и мешок с вышивкой «Святая вода». Все подробности в рубрике «Место происшествия». Ребенок был завернут в одеяло. На его теле не было заметных повреждений. Личность малыша и причина смерти устанавливаются. Полицейские просят оказать содействие в розыске преступников. Анонимность и вознаграждение гарантируются. По факту убийства матерью новорожденного возбуждено уголовное дело. Если среди ваших знакомых были беременные женщины, которые родили вне медучреждения или после родов вернулись домой без ребенка, сообщите в полицию по телефону на экране. 45 79 24 и 8 982 387 77 13. Слободской районный суд рассматривает уголовное дело в отношении Алексея Свинина. 11 ноября прошлого года у кафе в Белой Холунице у него произошел конфликт с 21-летним Кириллом Полудиным. По словам родственников Кирилла, обвиняемый был пьян и оскорбил девушку Елену. На видео она в белой куртке. Кирилл за нее стал заступаться, Свинин в ответ сбил Полудина с ног, затем подошел вплотную потерпевшему и ударил его бутылкой пива по затылку. Парень упал и потерял сознание. Елена побежала в кафе, чтобы вызвать скорую помощь. Но ей преградил путь Алексей Устюжанин. Хватал за руки, не давал зайти в кафе. В это время Алексей Свинин перетащил тело на ступеньки к входу, чтобы имитировать несчастный случай, как будто бы он сам упал и ударился. Кирилл так и не пришел в себя и в итоге погиб. По словам родственников, Алексей Свинин был задержан и арестован. Первоначально ему предъявили обвинение по двум статьям. Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть и хулиганство. Затем переквалифицировали на менее тяжкую статью. Причинение смерти по неосторожности. По этой статье обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы вместо пятнадцати. Первое заседание суда по этому делу назначено на 4 июня. Конфликт из-за песни «Рамштайн» произошел между таксистом и пассажирами на улице Луганской. Хмельным Сергею и Татьяне не понравились мотивы немецкой металлгруппы, и они устроили скандал. Водителю пришлось вызвать полицию. В итоге водитель сообщил полицейским, что будет писать заявление на Татьяну за удар по лицу. В свою очередь пассажир Сергей пообещал таксисту, что это был не последний их разговор. Химический способ самый эффективный, но и от кошения пока не отказываются. Сегодня в Кирове начали обрабатывать территории от зарослей борщевика. Уничтожение ядовитого растения специалисты решили начать с юго-западного района. Именно оттуда обычно поступает много жалоб на плантации борщевика. Первым участком обработки стал район Зубаревского леса вдоль улицы Ульяновской. Специалисты начали обработку химическим способом, то есть распыляют ядохимикаты на растения. Пока стебель борщевика не укрепился, химический способ считается самым эффективным. Подрядчики говорят, что обработка территории гербицидом не вредит людям, животным и другим растениям. Химический способ борьбы по борщевику является сейчас основным, потому что химия проникает внутрь растений, гибнет как наземная часть и подземная часть, то есть корневая система, которая находится глубоко в земле, тоже погибает. Гибель наступает в течение двух недель после обработки, то есть можно, конечно, дозировку увеличить, но при этом тогда погибнет только наземная часть без корневой системы, то есть это будет не совсем эффективно. Также борьбу с борщевиком будут вести механическим способом, то есть скашиванием. Обработка в этом году пройдет в два этапа, второй начнется в июле. В город администрации говорят бороться с ядовитыми растениями, в первую очередь будут у жилых домов и вдоль трасс. На эти цели выделено порядка 800 тысяч рублей. Рекордные 85 миллионов рублей потратят только на тротуары. Сегодня в администрации объявили о начале ремонта пешеходных зон. Столько денег, сколько выделено в этом году на тротуары, в Кирове не выделяли еще никогда. Часть денег, правда, выделена из федерального бюджета, сколько конкретно не разглашают. Но в администрации говорят, что объемы будут серьезными и заметными для кировчан. Ремонт тротуаров начался на двух улицах, профсоюзной и центральной. Не везде будет уложена брусчатка, где-то пешеходную зону сделают на асфальтобетоне. Всего в этом году будет обустроено 44 зоны, практически в каждом районе города. Общая сумма контрактов 85 миллионов 545 тысяч рублей. Привезти тротуары в нормальный вид должны до 30 сентября. Таким был этот четверг, 30 мая. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова